МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С проверками комиссии накерованы во все кутки в области. Одним из первых я не наведали Мазырский район. Еще в начале года это воинское похавание у Мазыры только у Моуна называлось «Вечным огнем». Сюда подавался дорогие сводкованные газы, тому огонь запаливали только по святых. На сегодня до Кургана Славы подведен природный газ, что для городского бюджета обуходится в два раза тонней. Теперь очах тут николи не сгасает. Переканалася в этом и рабочая группа Абл-Ваканкама. На этом не останавливаемся, есть задумки еще и на будущий год, поэтому будем там тоже продолжать работать. За счет средств районного субботника приобрели несколько аттракционов, парк заменились старые, провели много мероприятий по благоустройству, установили архитектурные формы. Я думаю, что жителями города это по достоинству оценено. Этот дом был побудован и в 70-х годах минуло гостогодие, однако свой взрослый не выдает. В этом году тут отремонтовали дах, подвальное помешкание, лесвичные пляцовки, заменили лифты. И такими обновками у Мазыры могут похвалиться жахары прикладные еще полсотни домов. О, здесь большая разница. Хорошо, хорошо сделали, старались. Что-то делать, где крыльцо сделали, очень хорошо, очень довольны. Балконы уже утеплили, мне примерно утеплили. Сегодня в Мазырском районе 92 населенные пункты. В этом году все они были обсталеваны контейнерными пляцовками, организованы, централизованы вывоз коммунальных отходов. Их доставляются на эту станцию. После подороже по линии сортования недавние отходы, уже в выгляде сыровины, отправляются на перопроцовку. Парадку и пригожусь к региону, додалее малые архитектурные формы. В этом году их установлено, например, на полтысячи. Сырочемасштабный проект обудовництва детячего сада на 300 мест, доброупарадкование набережной и реконструкция помнек архитектуры минулого 100 года, будинка Драмтеатра. А кроме того, до конца года будет увидено в эксплуатацию в училище Олимпийского резерва. Мы видим, что большое внимание уделяется как благоустройству города, содержанию санитарного самих населенных пунктов, как Мозырь, так и районов. Традиционно Мозырьский район нас лидирует в этом направлении. Также хотелось бы отметить, что не хуже выглядят и те районы, которые мы обследовали. Поэтому по результатам нашей работы будут определены победители в каждой категории. И, безусловно, мы дадим оценку каждому району по выполнению распоряжения и участия в этом мероприятии. На сегодня в области працуют пять рабочих групп. Их задача – разглядеть працу и дать оценку службам районной города по доброму парадкованию дворовых территорий, рамонте вылечной дорожной сетки, жильевого фонду и многих инших на прамках деяности. Выники масштабной проверки подведутся на початку Снежния. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Коммунальные службы, которые обеспечивают сетепление жильевого фонду и администрационных будинков, працуются в штатном режиме. Про это сёня поведом и у намесник генерального директора жильево-коммунальной господарки Гомельской области Вячеслав Пархоменко у эфиры радиостанции «Гомель плюс». У бегучем годе цепляльный сезон стартовал крыху ранее, чему минулым. Не глядячи на это, дякаучи мероприемствам, которые проведены вперед под рыхтоке, а цепляльная система запустилась без боев. За довольно высоких для этого часа года температуру, дзённый час, теплокрыницы працуют в режиме пропальвания. Зрешты, и до резкого похолодания коммунальники таксама готовы. Неприемных нечеканностей убыц не повинна. Имеется необходимая техника, это касается обработки дорог песчано-соляной смесью, то есть у нас всё подготовлено, созданы необходимые запасы. На случай каких-то внештатных ситуаций, аварийные службы тоже подготовлены, укомплектованы, проведены необходимые проверки, тренировки с персоналом. Одно из наибольших актуальных пытаний, у Закемисионе сутыкаются жихары Гомельской в области, забеспечения якосной пятной водой. Особливая гэтая проблема тычется сельской мясцовости. У вынику засушливого лета вода у значной часы колодежа возникла и не изъявилась до этого часу. Не усюды отповедают санитарным потребованиям яснуючие водопроводные сетки. Олег Синцеров ознайомился с ситуацией. Шматые киевецковые колодежи по сутности теперь ими уже и не заявляются. Воды у их больше нема. И по великим рахункух это просто огородженная яма. Хоть и огороджа часто достатково небеспечная. БД1 и плюс засушливого лета и отсутности воды. Могчимость почистить колодежи. Практично усеянные были побудованы еще в сельской часы и находились на балансе сельских советов. После передачи на баланс коммунальников высветилася розного сметча у колодежах стольки, что не вя дома, как у вогули в эту воду уживали вясковцы. Самое проблематичное это то, что чисткой колодцев можно сказать, раньше, наверное, никто не занимался сильно. И в текущем году, и в прошлом году колодцами занимаемся чисткой колодцев. Есть обученные люди, которые опускаются вниз, чистим. Доходит до того, что мусора достаем где-то до куба. А то и более. Правда, и без велику сметча вода у шматых колодежах не вельми доброй якости. Сгодно с даденами районных санитарных службов, до 30% узятых тут проб не отповедают эпидемиологичным потребованиям. Нитраты, нитриты, железо, плюс неприемный пах и смак. Она ржавая. Она, в смысле, вот наливаешь, она не ржавая, а если ее подогреть, она красная кастрюля становится. Ну, от ржавчины. И выпадает осадок этот. Железо, ржавчина. Очень ржавая. Так она же превышает во много раз показать серии железа. Это официально даже нам был ответ. Нельзя сказать, что для выправления становища ничего не подпринимается. Причем для того, как гарантовать якость, упор робится на будовництво новых водопроводных сеток. Правда, справа, это вельми нетанная. По словам коммунальников, замена одного километра водопровода каштой около 400 миллионов рублей. С проектной смертной документацией у двоя больше. Заразумело, что сроков, как одразу заменить все сетки, у бюджета нема. Али отповедная работа, все же таки, ведется. Водопроводные сети, да, тоже старые. Тоже были построены, в большей части, в 70-х годах прошлого века. И на сегодняшний день изношенность, особенно в сельской местности, где-то процентов 70 уже есть в среднем. Но новая сеть у нас тоже строится. Вот в той же Жигунабуде были построены. 5 километров на выходопроводных сетей. Поэтому работа по улучшению все-таки ведется. Александров, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомель. До инших тем. Серьезное ДТЗ у Мазыры. Сегодня ранецы на скрыжевании в улиц Мира и Рыжкова сутыкнулись два автомобиля. Один из них литерально разорвало на две частки. На счастье, никто серьезно не потерпел. Водитель Ауди на регулируемом скрыжевании не соступил дорогу автомобилю Мазда. Удар был таким моцным, что Ауди разорвало на две частки. Одна из них засталась у центра скрыжевания, другая опынулась аля трамвайных рейек. По передней информации, водитель Ауди находится в стане алкогольного опьянения. Правооховные органы по факту ДТЗ проводят проверку. Сегодня весь свет означает день некурения. У Гомеля его вырошили провести за округлым столом перамовов. Проблему курения за им обмерковали психиатры, наркологи, онкологи и иншие специалисты. Пляцовкой для округлого стола стал Гомельский областный центр гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. 30% же хороу Гомельщины на сене з'являются курцами. По статистыце, такие люди, прикладно, у 12 разов больше схильные до стенокарды и инфаркту миокарда. У 10 разов частей я не хворить на язву стравника и у 30 разов на рак легких. Даредшие привести до такого букету захворвания може и пассивное курение. Подчас круглого стола медики доказали гэта на конкретных прикладах со своей практики. Вчерашняя пациентка, которая у меня была, которая абсолютно положительная женщина, не курящая, заболела раком легкого. Откуда, что, чего? Курящий муж. Яркий пример пассивного курения и развития этого онкологического заболевания. Протягиваем выпуск. У Гомельским областным драматичным театре отбился творчий вечер Светланы Яфимовой, присвеченный 20-ти годзю актерской деятельности артистки. Подчас творчей программы «У городе моим» у выкананья актрисы прагучали верши паэта Владимира Ступинского и песни у жанры поп-рок. З репертуару Жанны Агузарова и группы «Город 312», «Сплин», «Начные снайперы» и многих інших. 20 годов тому, мающую музычную адукацию, заплячима Светлана Яфимова марила стать настауником музыки або спявачкой. Однако лёс распорадзиўся инакш. Яна выпадкова трапіла на прослухованне у Гомельский областный драматичный театр и с тых часов присвятіла сваю жыцё служэню актерской справе. Светлана Яфимова признаецца, да кожной своей роли она рыхтуецца у Сибакова и физична и моральна. Гэта и цікавая, а галонная любимай працы яна присвечая фактично увесь час. Меж тым семья не крыудзіца на артыстку. Родные и близкие разумеюць, театр для Светланы не толькі працца, а гэта нешта больша, а без шагуяна ўжо не ўявляя сваиху жыцця. Маё такое мнение, как бы и меня этому учили с самого начала, что театр это три Т, терпене, труд и потом уже талант. Ну, я думаю, что талант можно и на второе место поставить. Хотя, на самом деле, я знаю примеры, когда терпене и труд делают людей успешными. У Гомельским палацево-парковым ансамбле открылась выстава памяти беларускага мастака Геннадзя Жарына. У экспозиции больше, как 15 картин, продоставленных родными майстра. Особливость работы тым, что у них аутар выказывая эмоции не пейзажам, а композицией. Али частей за усё Геннадзь працаваў ў жанры монументальной декоративного роспису. Ён ствары ў шэрах масштабных творов, які сё не упрыгоживают в беларускую столицу. Всеред наибольш вядомых работ мастацкое оформление станции площа Якуба Колоса, Минскаха метрополитена, и композиция края Блакитных озёр ў Национальной библиотецы Беларуси. У Гомеляш можно познаёмиться с Геннадзьем Жарыным, як живописцем до 18-го снежня. Он сразу показал свой талант, что мальчик способен, ему надо было просто, как бы, задать профессиональные навыки. Он быстро схватывал, и я сразу почувствовал, что это талант будущий. У Кеве завершился традицыйный гандбольный турнир клубок Турчына. У спаборніствах приняла ў делы жаночая команда гандбольного клуба Гомеля. Ихар Турчын – знаковая фигура советского, а пасля и украинского гандбола. Киевский «Спартак» под его керауниством 20 год за пар выигрывал чемпионат СССР. Команда – 13-разовый уладальник Кубка европейских чемпионов. Первым соперником гамельчанок на турниры стали минавитые гандболистки Киевского «Спартака». Подначаленные Ихара Чаброва без проблем разобрались с соперником 42-26. У финалей чекала больш серьезная команда сборной Украины. Гамельчанки у парта супрацюлялись, але усё ж таки потерпели поражение з ликом 28-33 и завоевали сребные медали. Бронза у молодежной сборной Украины, дарычи по выниках турниру, лепшим галкиперам признали гамельчанку Валентину Кумпель. На гэтым выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова